Тумсо, еще раз, ассаламу алейкум, непосчитай мой вопрос провокационным, но почему некоторые чеченцы недолюбливают дагестанцев по скриптам, ответь, пожалуйста, заранее. Я не знаю, некоторые, наверное, не любят и китайцев, и испанцев, но это некоторые, мы же не можем на них как-то повлиять. В целом у нас абсолютно нормальные, теплые, братские отношения с нашими братьями и из числа дагестанцев, и из числа ингушей, кабардинцев, балкарцев, любых народов, и не только народов Кавказа. Кавказские народы, безусловно, для нас ближе, мы как одна семья, у нас там не так далеко будет общий праотец. С другими народами у нас будет чуть дальше, поэтому, в принципе, конечно, мы являемся более близкими. То, что существуют отдельные проявления национализма в каждом из наших народов. Есть, к сожалению, это всегда было, это всегда будет, мы не можем с этим ничего поделать. Мы должны, ну как ничего не можем поделать, мы должны, конечно, с этим бороться, да, в плане просвещения. То есть, людям нужно, людей нужно призывать, им нужно показывать хороший пример, пример братства, добрососедских отношений. Но нужно понимать, что всегда будут такие люди, вот это искоренить мы никогда не сможем, всегда будут те, кто будут не любить дагестанцев, будут в дагестанских народах, будут те, кто будут искренне ненавидеть чеченцев. И, как правило, это всегда происходит вот среди соседских. Не бывает так, что дагестанец там ненавидит черкеса, потому что соприкосновения у них не бывает, И поэтому среди них не бывает от этого каких-то недоразумений. А вот среди соседских народов это бывает. То же самое происходит и с соседними селами. Вот вы заметите, обычно противостоящие как-то друг друга, нелюбящие, это всегда соседние два села. Не бывает так, что там село в одном конце не двигает село в другом конце, потому что нет соприкосновения. За исключением тех моментов, когда есть уже разделение по каким-то другим признакам. Например, если какие-то общества друг друга ненавидят, и они живут в разных селах, даже если эти села где-то далеко друг от друга, то да, у них это будет. Но это будет мотивировано не селами, а именно каким-то вопросом противостояния этих обществ. Поэтому мы должны с вами это понимать. И как с этим бороться? Показывать хороший пример чеченцы, дагестанцы. Вот видите, сейчас была фитна. И очень порадовало, что появились истории с этой стороны братья, которые очень хорошо начали высказываться, приводить примеры, хорошие примеры, комплиментарные друг к другу, рассказывать, допустим, дагестанец рассказывал про хорошие примеры отношений с чеченцами. Чеченцы рассказывали про хорошие отношения с дагестанцами. И это сближает. Хороший пример хорошего братства. Ну все, прокомментирую свое мнение по поводу объявления ислама о дагестанском имамате. И нужно ли нам на сегодняшнем этапе нашей борьбы думать о Дагестане. Я не хочу вообще эту тему комментировать. По существу, я имею ввиду. Мое мнение по этому поводу. Он вообще no comment. Каждый делает то, что считает нужным. Но я хочу показать вам, на этом примере показать вам, что мы вообще с вами не готовы говорить про какие-то унитарные единые государства в рамках Кавказа. Вот это тоже один из примеров, показывающий, что нет, не готовы. Почему? Потому что, видите, ислам, чеченец, опубликовал эту информацию. И моментально вызвало реакцию со стороны дагестанских братьев. Почему это сделал ты? Почему они обречились к тебе? И так далее. Здесь причина, изначальная причина кроется именно в этом. Видите, когда внутри одного народа вот такие вещи происходят, они всегда легче решаются. Меньше бывает претензий или даже наоборот. Вот, допустим, если бы я или кто-то другой из чеченцев подобное опубликовал бы про чеченцев, ну, не возникло бы никаких вопросов. И даже если бы кто-то что-то сказал бы, ты что там, типа, не спросил у нас, он бы просто ответил, да, кто ты такой, у тебя спрашивают. Я хочу, я о своем народе публикую я, даже если там что-то создается, но захотел и создал, не захотел, не спросил. То есть, вообще легко, понимаете? А когда в этот вопрос внесены отношения международные, двух народов, вот здесь уже вот так нельзя, вот здесь уже у тебя так не работает. Понимаете? Нужно соблюдать вот эту субординацию, какие-то вещи предвидеть, не переступать там у каких-то барьеров и так далее. Поэтому вот это вот один из примеров, на который мы должны обращать внимание и понимать, что в каждом вот эта вот народность, ее нужно беречь. Очень аккуратно говорить о другом народе. Ни в коем случае не делать каких-то заявлений, чтобы в этом народе могли это воспринять как экспансию соседнего народа. Вот тогда, в 99-м году то, что произошло, это тоже, видите, многими дагестанскими, большинством, абсолютно большинством дагестанских народов, это было воспринято как вот чеченцы пришли к нам, чтобы здесь что-то делать, понимаете? В этом и была как бы главная ошибка. Если бы это было внутридагестанский, вот именно, если бы информационное сопровождение этого, да, было бы преподнесенным дагестанцам как внутренняя тема, то не было бы и такой реакции. А это преподнесли им, как вот, значит, чеченцы со стороны пришли и что-то там пытаются навязать. Это моментально так воспринимается. Даже когда с хорошим чем-то к тебе приходит со стороны, это воспринимается как, ну ничего себе, почему это неуважение к нам, почему среди нас там не посоветовались, не сказали, сразу начинаются вот эти вопросы. Поэтому нужно, в общем, эти моменты контролировать. В общем, это еще один такой пример, на который нужно смотреть, и это довод в пользу того, что, ну нет, для какого-то общего, просто так вот сейчас, вот на ровном месте, нарисованного, созданного, единого унитарного государства, мы не готовы, мы братья, не готовы. Томсо, как думаешь, станет ли наш народ одним целым, как в прошлые времена, или эффект разделения был слишком сильным, что уже не простим друг друга за поступки и деяния? Смотрите, давайте начнем с того, что мы как бы единым целым, наш народ никогда не был. Такого, в принципе, не бывает. У нас даже вот в тот период, о котором ты, скорее всего, говоришь, это начало 90-х, ну и середина 90-х, то есть война, это тот период, когда мы были максимально консолидированы против врага, но даже тогда у нас были и те, кто на стороне России сражались против нас, тоже часть нашего народа, то есть оппозиция, грубо говоря, были те, кто не сражались, были ни за тех, ни за этих, но как-то и не нашими сторонниками были, так скажем. Поэтому, да, на тот момент, наверное, большинство народа было, безусловно, на этой идее, и это можно как бы считать очень таким, ну, таким, такой точкой отчета, к которой хотелось бы, конечно, вернуться. Вот такая консолидация, она сейчас была бы, безусловно, победоносной. Вернемся ли мы к такому? Я думаю, что навряд ли уже такого не стоит нам ожидать, потому что действительно процессы, которые произошли за этот период в нашем народе, они, ну, они не могут просто так быть прощены. Там пролитая кровь, там кровь-то еще ладно, кровь, она прощается, всегда прощалась, но вот вопрос посягательства на честь, это вещи, которые не прощаются, то есть там, а там очень много таких моментов. Плюс у нас уже и в нашем лагере, так скажем, появились политические, религиозные разногласия, противоречия, поэтому ожидать вот такого, такой консолидации, как та, что была раньше, я думаю, нам не стоит. У нас сейчас какой-то новый этап, нам нужно теперь подходить к этим вопросам с учетом вот тех реалий, что у нас есть. То есть, да, у нас есть противоречия, но мы, несмотря на это, мы можем как бы находить бороться дальше, продолжать борьбу уже какую-то политическую между собой, не военную, а именно политическую, мирную борьбу, но при этом быть сторонниками одной идеи независимого государства. Грубо говоря, как вот демократы с республиканцами в Америке, как они сосуществуют, они уже на протяжении скольких там десятилетий являются противниками друг друга, но при этом и те, и другие являются патриотами своей страны, сторонниками величия этого своего государства. Поэтому нам тоже теперь нужно подходить к этому вопросу. Приветствую тебя, Тумсо. Ты создал дополнительный канал, который вещает на чеченском языке. Не кажется ли тебе, что это оставляет чеченское общество закрытым от мира и пагубно влияет на интеграцию доверия? Конечно, нет. Конечно, нет. А что, то, что Великобритания вещает на английском языке, это делает их закрытым обществом? А то, что российское общество на русском языке, это делает их закрытым обществом, украинское на украинском? Как это так? Как это понять? Мы, наоборот, должны вещать на своем языке. Основа как раз в этом. Русский, английский это уже доп. Вот это опция. А основа, фундамент, это говорить на своем родном языке, вещать на свою аудиторию внутри своего народа. Наоборот, это как бы от этого нужно исходить. Как это понять закрытое общество, потому что ты вещаешь на своем языке? Но тогда все общества в этом мире закрыты. Испанцы вещают на испанском, французы на французском. Неужели они являются закрытыми обществами? Арабы на арабском. Субтитры создавал DimaTorzok